В Беларуси в этом году прием документов вузы на бюджетную и платную форму обучения будет проходить с 18 по 24 июля на заочную сельхоз профилем с 15 ноября по 5 декабря. Выпускники профильных классов педагогической и аграрной направленности смогут подать документы до 22 июля. БРСМ совместно с Департаментом по архивам и делопроизводству запустят патриотический проект. В третьем трудовом семестре бойцы студенческих отрядов будут заниматься поиском документов, связанных со строительством и реконструкцией памятных мемориалов участникам ВОВ. В Могилевской области решается вопрос по устранению последствий буреломов. На помощь направлены силы и средства из других регионов. 300 единиц техники и около 700 человек. По последним оценкам в результате сильных ветров 12-13 мая в лесном фонде страны было повреждено свыше 1 миллиона кубометров древесины. Коллектив редакции газеты «Бобруйское житё» в числе лучших средств массовой информации Могилевской области. Победителем среди фотокорреспондентов стал Александр Анташкевич. Наградили также заведующую отделом печатных и электронных СМИ Викторию Сепсалёву и ветерана журналистики Александра Казакан. Сайт «Боберлайф» занял второе место. В «Бобруйске» 21 мая пройдёт спартакеада руководящих составов УВД Могилёвской области. В программе командные и личные состязания. Конкурсы для всех желающих. От стрельбы из лука до дартса. Плюс развлекательные площадки с аниматорами для детей. Различные выставки и торговые павильоны. Место проведения «Бобруйск-арена». Начало в 9.30. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова